Отправился я на море и взял с собой новинку из своей коллекции Викторий Нокс. Хотелось бы поделиться мыслями о данном ноже. Нож очень классный, во-первых, легкий, во-вторых, якобы можно давать его детям, но использовал его непосредственно как нож для готовки, для того, чтобы порезать колбасу, разделать курицу даже, хотя он и овощной считается. Но, тем не менее, за две недели он не стал тупым, все так же опасно им резать, вот свидетельство тому. Ребенку, конечно, страшно давать из-за того, что он сильно острый, но, тем не менее, за две недели в каждодневной готовке он полностью справляется со всем, разделывать мясо, разделывать кость, хрящи, курицы без всяких проблем и остается острым. Свой венгер я даже не доставал из рюкзака, все обошлось одним вот этим вот ножом. Сейчас там стоит долгая дорога домой, с моря, ну и, скорее всего, венгер будет лежать в рюкзаке, а этот будет самым ходовым, ссылка на него будет в описании. Если кого-то заинтересовало, можете зайти, приобрести себе парочку, как кухонник, вообще незаменимая вещь. Режет хлеб идеально исключительно, без крошек, без всего. Тут односторонний сиритер с заточкой, с этой стороны на нет, но цепляет все-таки с коробки. В общем, вот такая вот новиночка. Если кто-то думает по поводу хорошего острого ножа на кухню, вот этот складень, это самое то, что нужно. Я, пожалуй, себе прикуплю еще парочку для кухни. Уж очень он классный и простой, как 3 копейки. Здесь вот этот вот замок, который нужно сдвигать в неправильную сторону, не так, как на обычных вкладнях. То есть, если там, чтобы сложить лезвие, нужно давить сюда, то тут наоборот. В обратную сторону. Ну, а так, в принципе, классный легкий нож на кармане. Никаких подозрений у полицейских он не вызовет. На EDC вообще, как идеальный вариант. Ничего лишнего. Что-то там порезать для того, чтобы поесть колбаску, хлеб, помидорку. Аж вперед. Такая вот вещица. Кому было полезно, спускаемся в описание, смотрим, где можно заказать и за сколько купить.